Панчин это супер босс в любых дебатах, его не переиграть. Охуеть просто, действительно, его не переиграть. Запомните, Панчин это супер босс в любых дебатах, его не переиграть. При том, что он всегда повторяет одни и те же аргументы. И когда он проигрывает, он просто делает вид, что не проигрывает. Вот вот и всё. Поехали, ребят. Астролог versus учёный, ребят. Готовы? Астролог versus учёный. Вот, мы ради этого видео здесь и собрались. Это лучшее из возможных видео. Я хотел его посмотреть. Панчин против этой тётки. Вот это я понимаю мощь. Я понимаю силы. Сейчас мы увидим абсолютно Денжин Мэстер. Вы реально думаете, что я просто пальцем в небо тыкаю? А я вижу в карте, что будет. В том-то и дело, что вы просто пальцем в небо тыкаете. Вы просто отрицаете всё. Твоя рука приносит в день. У меня уже тут всё завалено, смотрите, чем. История про то, как я переубедил астролога. Потому что у астрологички, наверное, нету такого множества ёбаных фанатов. А у Панчина своя секта, условно. Чичо, конечно, его славят. Очень верная секта. Ну, скорее всего, астрологичка и немного истеричная тётка, которая вряд ли что-то там реально аргументировала нормально. Ну, есть подозрения. Но давайте посмотрим. Спасибо, Усин, за заказ. Я реально хотел послушать. Я уже достаточно давно занимаюсь астрологией. И считаю, что астрология помогает лучше понять себя. Соответственно, себя полюбить, узнать и сделать свою жизнь более гармоничной. Я биолог. И я хожу в комиссию ран по борьбе с уже наукой. У астрологии я считаю предрассудком. У астрологии были тысячи лет для того, чтобы доказать свою состоятельность в глазах. Чё за хуйня? У кого-то были тысячи лет, чтобы доказать свою состоятельность. Тут вопрос в том, сколько людей эти тысячи лет работали, например, над данным вопросом. То есть за эти тысячи лет он серьёзно вран? Да, он серьёзно вран, ребят. Да вы, блядь, вы нихуя не понимаете. Вы думаете, что Панчин это какой-то хуй из горы. Просто там получил как-то кандидатскую. И такой, я учёный, блядь. Ну, то есть, а на самом деле он не учёный, а просто хуй печёный. Просто там какой-то рандомный долбоёб. Нет, блядь. Это реально серьёзный, блядь, человек. Серьёзный человек с серьёзной кандидатской степени. У него, скорее всего, специалисты. Таких, блядь, специалистов, как он, в России и во всём мире миллионы. Вот, 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 это средний учёный, я бы даже так сказал. Даже не просто средний, может, даже чуть-чуть лучше, чем многие учёные. Не, я на связи с этим случаем не только Вячеслав Фангару говорю, просто многие люди любят, блядь, так говорить. Не, ну Панчин это, конечно, хуйня. Это, конечно, говно. А вот настоящая наука, заебись. Вот любят люди так говорить. Вот любят они вот это. Нет, блядь, ребят, Панчин нормас. Позиция Панчина по поводу, там, философии, науки и прочей хуйни, она тривиальней всех тривиальностей. Это обычный мужик. У него обычный интеллект в рамках науки. Если вам кажется, что Панчин тупой, вам, скорее всего, покажется, что почти каждый учёный, который, вы сказали, с кандидатской, с докторской степенью, который вы увидите на своём пути, почти каждый будет таким же тупым. Наука состоит из приблизительно таких людей плюс-минус и даже, скорее, немножко минус, чем плюс. Вот. Вот. Краткая рецензия на Панчина. Я не считаю его гением, конечно, но вот не стоит принижать заслуги Панчина вообще в принципе. Научного сообщества до сих пор этого не... Нормаз относительно научной прослойки Цунадо. Я просто очень низко оцениваю средний интеллектуальный уровень учёного. Не произошло никаких оснований для того, чтобы верить в астрологию, не существует. Как астрология доказала свою состоятельность? Александр, я считаю, что астрология доказала свою состоятельность именно успехами тех людей, которые пользуются услугами астрологов и достигают определённых высот в жизни. Именно благодаря этим советам. Ну, ответ довольно простой. А как же огромное количество людей, которые достигают успеха, не пользуясь астрологией? Ну, ладно. Ну, апелляция к успеху каких-то людей, она является логической ошибкой. Но давайте, например, это разберём. Вот возьмём вас в блоге, в инстаграме. Я его почитал. У вас есть, ну, пример один из. Вот 25... Что, давайте в блог инстаграм зайдём. Ну, мы... А, нет, мы не зайдём. Простите. 25 сентября, день собаки, выходите гулять, и это приведёт к деньгам. Да. Для меня такая формулировка сразу превращается в иную, в виде научной гипотезы. Возьмём 100 человек. Угу. 50 из них пойдут гулять 25 сентября, 50 мы посадим дома, выберем случайно, кто куда. А, то есть это выборка. Возникает прогноз. Получается, те, кто пойдут гулять 25 сентября, мы через какое-то время, через полгода посмотрим, сколько они заработали. Проблема заключается прежде всего в том, что астрология не даёт абсолютно точные, бесспорные, охуенные прогнозы. У меня даже претензий нет, потому что почти все учёные и сайентисты лезут в те дисциплины, которых они нихуя не понимают. Это нормально, мистер Гром. К Панчину в том числе, да, в биологии он, наверное, достаточно хорош, и не зря его форсят. Если бы он был каким-то лжеучёным, кретином и дебилом, у нас не было бы врал, скорее всего, который под эгидой, кстати, Академии наук находится, и вообще в Академии наук он бы не состоял, по крайней мере в России. Проблема Панчина заключается в том, что он не понимает очень простую вещь. Астрология, она очень ловко пытается убежать от критерия фальсифицируемости, а Панчин хочет её фальсифицировать, ну, слишком легко. То есть, давайте, ну, это, ну, эти, ну, тельцы, ну, они с рогами, блядь, давайте проверять, есть ли у них рога, а, ну, есть ли у них рога. Ну, или вот молитва, ну, я пойду в церковь, Господь Бог, ну, Боже, дай мне машину, дай мне машину, дай мне машину, Иисус Христос. И машины нет, блядь, всё, молитва не работает. Вот у Панчина приблизительно такие же представления об астрологии. То есть, то, что она точно возьмёт и предскажет, то, что из молитвы должна получиться машина, или секси-секси девушка, например, да, как, в общем-то, в Драгонболе вначале учитель, вот этот, который черепаший, отшельник, какое он желание закадал, хочу секси девушку. Вот он думает, так же работает молитва, например. О, хочу секси девушку, выходишь из храма, а там секси девушка стоит уже, Гоку принёс. И с астрологией та же тема. Он пытается упростить эту систему настолько, насколько её не упрощают даже самые тупые астрологи. Прям вообще самые тупые. По-моему, из астрологов никто не претендует на точнейшие предсказания. Предсказываются определённые там тенденции, вероятности. Да, если вы из дома не выйдете, наверно, нихуя не произойдёт, там, ещё что-нибудь такое. И мы должны увидеть разницу. Так. Эксперимент, казалось бы, очевидный. Угу. Проводил ли кто-нибудь такой эксперимент? Конкретно такую выборку научную? Вот такой эксперимент никто не проводил. Кстати, вроде проводили. Но это доказывается, это же всё изучается много тысяч лет. И распределение энергии в пространстве. Влияние... Влияние планет. Но вообще эксперименты-то по астрологии проводились. А несколько раз их не очень... Их проводили панщины, такие же панщины, вот такие вот. Блядь, если он стрелец, значит он стреляет! Стреляет, стреляй, блядь! Ты попадёшь или нет? Сука, он промазал! Хуёво из тебя стрелец! Ну, типа того. Да. А, ну, вот такие эксперименты, они, конечно, прикольные. Много. Ну, тётку позвали, чтобы её разъебать. Тут всё понятно. Ну, смотрите. Смотрите, тут есть в передаче некая предвзятость, на самом деле. То есть, обычно берут ебучих леваков и против них ставят ебаных тупых провоков. Какой-нибудь там деда позовут тупого. Типа, ээээ, война это хорошо, надо убивать людей за родину, ээээ. Там, а левак сидит такой, не, не надо убивать. Вы что, убийство это плохо. И тут почти всё вот так вот. Тут очень редко какой-то баланс намечается в данной передаче. приглашают какого-то эксперта, и тут панчин такой, эксперт, появляется эксперт, а с другой стороны какое-то хуйло, ну хуйло с той стороны, которая должна проиграть сегодня, собственно. Ну и вот в данном случае женщина выполняет роль, прошу прощения, если вы меня когда-нибудь посмотрите, слабого звена, так скажем, слабого звена. Вот, и ввиду этого, ну она проиграет. То есть редко бывает так, что есть четкий баланс. Кстати, вот со Световым и феминисткой это исключение скорее было, чем нет. Все они заканчивались отрицательным результатом. Ну вот вводит от того, что я... Хорошо, давайте какие-то... Ну Лизард не самый лучший аргументатор, я бы Лизарда тоже бы туда закидывать не стал. Давай, давайте. Я, кстати, я, кстати, змееносец в скобках. Ну да ладно, то есть я вообще на границе змееносцев, там же 17 декабря вроде это заканчивается змееносцем. Я змееносец, ребят. Ну то есть чисто формально, если смотреть на вот когда вот солнце и земля там в змееносце находятся, как эта хуйня называется, да? Я в змееносце нахожусь, чисто официально, именно по науке. Вот так вот. Далее 200 детей, из которых 100 были суперотличниками, а 100 были с проблемами умственного развития. Казалось бы, по их натальным картам можно было бы отличить одних от других, потому что вообще-то астрологи... У меня есть аргумент, смотрите. Можно я договорю? Так вот, предполагается, что астрологи могут даже более... Ну да, было исключение, но чаще всего наоборот, чаще всего сильный дисбаланс. Интересные вещи по натальной карте увидеть. И, значит, целый астрологический институт в этом участвовал. Давали анкеты этих детей, натальные карты этих детей. Там была точность... Ну с хуйлой это не обидно, а слабое звено обидно. До пяти минут время рождения, чтобы всё было очень астрологично. Чем закончилось? Ни один астролог не показал результаты лучше, чем если бы мы просто подбрасывали монетку. Ответь. Ну, ни один астролог, это, конечно, интересно. И, кстати, маловероятно. Маловероятно, что ни один астролог не показал. Но, может быть, вероятность немножко бы сместилась в какую-то сторону бы. Странные эксперименты, если результаты такие. Хочу. Есть даже такие эксперименты тоже, можно так сказать. Берут двух людей, близнецов, рождённых в одно и то же время, смотрят на их жизнь. Ты себя закопать решила? У нас бы совершенно одинаковые натальные карты. Но мы не должны забывать, что натальная карта человека – это наш потенциал. Это наша точка отсчёта. Окей, ладно, засчитывается. Сразу с этого надо было начинать. Данные, которые даны нам при рождении, и мы должны их развивать и использовать. Естественно, если у тебя карты миллионера, ты можешь им не стать. Чё, блядь, за карты миллионера? Алло. Алло, блядь, ты астрологией занимаешься. Какая нахуй карта миллионера? Алло. Алло, проснись. Что натальная карта, она даёт всего... Но про потенциал нормально, более того, потому что он скорее не фальсифицируем, чем фальсифицируем. Понимаете? Лишь 33% удачи. 33% зависит от действия человека. И 33% от окружения. А где ты посчитала? Ну, тоже интересно. Интересно. А кто расчёты проводил? Натальная карта может очень... Венера в Близнецах, это когда, короче, спидозный маньяк изнасиловал двух близняшек. Прошу прощения. Ну, Лизард на подачу бы развалил. Но он не очень аргументативен. И в этом смысле тут можно было бы тоже быть не очень выгодно. Знание своей натальной карты, своих талантов способствует... Откуда делись эти цифры, как они были померены? Я, основываясь на дате рождения человека, а дата рождения человека, она наделяет его как раз-таки набором определения. На самом деле, самое лучшее, что нужно было сделать... Лизард, кстати, бы, скорее всего, развалил. Надо было просто бы развенчивать предрассудки, которые озвучит Панчин. Шат бы сказал... Лизард бы сказал, что у него наталка идиота, его аргументы не учитываются, и было бы норм. Приветствую, Монаготаре, по Танатенчику, давайте. Да, аграрная партия, в этом и дело. Заключается, что она как бы не очень фальсифицируема, поэтому, может, не надо. ...бережных качеств, черт характера. Если хотите, мы с вами тоже потом... Откуда вы знаете, что дата рождения для человека определенным набором качеств характера? Я этому училась. ...бережных человек определенным... Если хотите, мы с вами тоже потом... Откуда вы знаете, что дата рождения для человека определенным набором качеств характера? Я этому училась. Да, люди учатся вещам, которые не работают. биологии например уфологии так вот да я то на практике проверяю свои знания и у меня за всю мою практику я могу сказать что у меня всего один недовольный клиент дрюбышевский ахаха ладно простите вот и кстати я поясню почему почему в принципе бессмысленно проверка астрологии в виде консультации конкретного человека вот есть такой знаменитый не для вас не является проверкой есть замечательная такая штука исследование которое провел ученый битран фарер он взял группу студентов предложил каждому из них пройти личностный блять ну давай новые эксперименты ну ты заебал эту хуйню причем один этот фолл блять колл нахуй сука супермен ебучий но not заебал этот эксперимент заебал этот конкретный эксперимент вы заебали одну и ту же хуйню уже 20 ёбаных лет форсить хватит хочу новые эксперименты блять я с ума сойду с этих экспериментов и тест после этого попросил выдал на характер характер до после этого выдал им результаты теста и попросил оценить по пятибалльной шкале насколько он их удовлетворяет ну соответственно точно соответственно и подавляющее большинство студентов поставили оценку 4 или 5 а потом выяснилось что всем студентам дали одно и то же описание личности взяты из газет на салоне клоны приветствую на гатаре рад видеть астрология скажите взяты из газета я в третий раз поприветствовал моногатаре разаде с ним хорошая онлайн ровно и прикол в том что те описание и советы которые дают астрологи они настолько универсальные они имеют никакого отношения к дате рождения очень часто не имеют никакого отношения к реальности просто человек и блять не уху уху разъебывай блять его что там я не знаю венера в тельце в хуйце в сосце там я не знаю маме курьи хуюри блять юрий юлин блять и все вот это вот перемещается звезды блять хуёсты пёсты там планеты все блять относительно друг друга сложная система мы сидим там вот эту хуйню всю чертим вот так вот блять сложный блять там рисунок получается мы смотрим там венера в тельце хуй вайс конце блять я не знаю лодка в яйце и так далее до бесконечности ну то есть просто разъебать дебила который нихуя не знает про астрологию там перед тобой сидит и несет хуйню только угу блять угу ну угу ну угу все блять астрология сосет хуй поздравляю после этой передачи еще раз ну ты на тенция меня видите без тенатена может увидеть себя еще где-то более свойственно видеть то что им нравится угу блять и люди к нему скептицизм говно да угу блять отвечает шадов угу так и есть опять же люди когда приходят к строгу они скорее всего и так уже верят в астрологию у них нету критического мышления да действительно у них нету критического мышления они там тупые вообще овощи блять приходят они в эту астрологию такие все ёбнутые ну знаешь да таких ну таких как ты подруга ну да поняла нет у тебя критического мышления ху блять тебе в лицо мразь действительно может быть люди настолько довольны результатами астрологии что не возникает а как бы необходимо может быть ты разъебешь что он неправду сказал про астрологию может быть ну что результатов там много разных комбинации всех этих планет хуе там и нет все очень сложно что это довольно уникально есть вариации вероятности и так далее так далее так далее ну может быть вот туда вот закопать его но пора бы но тут тут вот чувак сидит в рубашке ученые против мифов понимаешь перед тобой фрик как бы это ну это как бы гиг ученый гиг фрик короче перед тобой сидит и несет какую-то ерунду про астрологию вот приветствую крот кроты читать вот астролог и что там все очень на самом деле сложно не знает и насколько сложный насколько много комбинации вариаций всего там чего только может быть а в твой выход подруга давай выходи убивай его короче скептику которой нет убеждений должен начать крот кротович пишет что астрологи в массе тупые как панчан я в курсе но блин к сожалению такое нередко бывает и в данном случае тетка просто ну вообще не хочет вывозить хотя перед ней очень слабый оппонент масти проверять эффективностью соответственно нет раз этого не раздела все с удовольствием идут к астрологам как проходит рабочий день астролога ну я узнаю играем на гитаре там курим там всякие такие штуки каннабиса лизардия я вестер лизард сосите мой хуй я мистер лизард сосите мой хуй я мистер лизард сосите мой хуй и у мазафака камон эврибади нау как-то так я представляю ну ладно хорошая хорошая жизнь и респект респект что можно на таком отрыве жить респект всем астрологам если они так живут и я бы хотел быть астрологом даже шадов подсос лизарда и хорошо и хорошо лучше быть подсосом лизарда чем подсосом панчина дата рождения я ее потом анализирую смотрите на фоне зеленого это лизардия сзади они в лизардии находятся спор лизардии боже мой что случилось что это у него с рукой обычно на это пара дней или один день уходит вижу в каком периоде он находится сейчас удачи что сейчас наиболее благоприятно какие сферы жизни развивать и так далее все я выдаю все свои рекомендации ему и он спокойно их применяет жизнь и гармонизирует ее есть такой термин по психологии называется пофи шлюх он прошу про это а пофине да ты заебал ну ты придумали что-то новое ну сколько ты уже работаешь на уже больше 10 лет этой хуйня занимаешься ну блять опять а пофиния то блять еще и книгу про пофинию написал но никто блять не знает а вы знаете какую книгу я написал есть такой термин называется а пофинии я книгу про нее написал ну да ну вот такая вот интересная вещь окей хорошо замечательно да очень новое это поиск взаимосвязей в бессмысленных или случайных данных до наука называется шучу вот видели когда-нибудь фотографии есть марса и некоторые люди смотрят на фотографии марса видит там лицо потому что процессе эволюции мозг человека знаете есть люди которые смотрят в микроскоп и вместо феноменов отдельных видят там клетки живые организмы прочую хуйню то есть вау на самом деле вот то что он сейчас описал там с лицом не с лицом неважно люди так воспринимают в целом и ученые тоже то что вы называете апофенией это просто ваша попытка ну отделить оппонентов которые не так немножко воспринимают мир как вы от вас и сказать вот они дураки а мы умные там вот у нас наши теории истинно верные истинно офигенные позволяют описывать опыт а вот другие хуйня полная короче вот у меня пофиния отсюда выходит видели расклад тарона панчина нет анна научился научился распознавать лица и он легко распознает лица даже там где их нет на подгоревшие гренки там на бутерброде и так далее вот то чем занимаются строги это вот такая пофиния посмотреть на какие-то закономерности как им кажется увидит там какие-то знаки и на эти знаки натянуть какую-то историю про человека про то что просто панчин он приблизительно такой же тупой как и васил поэтому его очень весело критиковать но ну вот вот знаете есть отдельно очень тупые люди которые очень сильно подставляются и их довольно легко в общем разносить это всегда весело всегда замечательно есть люди как например алипов алипов задолго зависает на профессиональные темы в основном беседует его подловить довольно трудно и мы сидим качаемся и слушаем то есть он философский спор лисей резет лезет то рези лезет очень как бы редко вот как то так и ввиду этого например до липов критиковать труднее будет потому что нужно специальные данные а панчин любит лезть во все темы он очень любит обсираться и любит любит ничего не читать и не интересоваться позициями оппонентов игнорирует полностью все аргументы как его сил приблизительно и поэтому с ним очень весело вот так вот взаимодействовать самые замечательные люди якобы александр а вы верите в бога я нет а во что вы верите вы просто физическое тело это понятие чего-то с такой уверенность подруга зачем не лезть за лопу пожалуйста не лезть за лопу ностью который не соответствует фактическим доказательством вера это принятие чего-то принятие чего-то еще раз это принятие чего-то я тебя чего-то с такой уверенность уверен с какой уверенностью который не соответствует фактически такой уверенностью который не сад я не понимаю сказал простите вера это принятие чего-то с такой уверенностью я тебя чего-то с такой уверенностью который не соответствует уверенность которая не соответствует фактической доказательством стоп с Такой уверенностью имеется в виду степень уверенности. Степень уверенности, которая не соответствует фактической информации. Блядь, что? Что? Ну ладно. Это фактическим доказательством. Поэтому Вера для меня является логической ошибкой. А, это... Вера, это логическая ошибка, поняли? Ну ты, 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 мое почтение. Да, Вера, это принятие чего-то с такой уверенностью, которая не соответствует фактическим доказательствам. Я нихуя не понимаю, что здесь написано. Ну, давайте, ладно, небольшой разбор. Есть христианство. В христианстве Вера, ну там есть некая степень уверенности, но все-таки она не максимальная. Ну, например, есть Вера и Знание. Знание, это когда, ну, более-менее надежно что-то мы имеем. А Вера, это когда что-то, ну, вот менее надежное. Иногда слово Вера вообще скатывается до того, веру ибо абсурдно, веру ибо неочевидно, веру ибо вот так вот получается. То есть, многие трактовки веры в христианстве, они немножко противоречат тотальной серьезной убежденности. Если он имел в виду какую-то серьезную убежденность, потому что я вообще не понимаю это предложение, которое он говорит. Потому что это предложение его, это уверенность, которая не соответствует фактическим доказательствам, с такой уверенностью, которая не соответствует... Я просто не понимаю, что здесь просто взрыв мозга. Набор, блядь, слов, короче. Но, видимо, он имеет в виду, что вера – это принятие чего-то очень там в высокой степени, принятие чего-то с высокой степенью уверенности, когда это не соответствует при этом никакой фактической информации, допустим. Окей. Проблема в том, что вот религиозно, именно христианская вера, и вообще в христианстве слово «вера» чаще всего используется, ну, ибо так получилось, да, вообще какая-то, ну, контекстуально это определение скорее сейчас христианское, ну, вот в христианстве такое не совсем принято. То есть мы можем вообще быть… Мы вообще можем связать понятие вера с понятием, там, надежды. И вообще, в принципе, понятие надежды и веры – надежда на то, что Бог есть, надежда на то, что есть Иисус Христос, надежда на спасение, надежда на символ веры, собственно. Это надежда. Потому что христианам не хочется умирать, они не хотят уходить в ничто, они не хотят, чтобы их там сознание, душа и все что угодно растворялось в небытие, и они исчезали. И ввиду этого у них появляется очень сильная активная надежда, и это нихуя не противоречит христианству, и в этом основная проблема. То есть, ну, в принципе, можем иметь дело с христианином, у которого высокая надежда, он пытается ее рационализировать с помощью, там, Пари Паскаля или еще чего-нибудь интересного. Но при этом у него нет абсолютной и тотальной уверенности в том, что там Бог есть. То есть есть два высказывания – я знаю, что Бог есть, и я верю, что Бог есть. Они модально разные. Тут разные, в общем-то, разные функции у этих двух слов. Да, типа упование, надежда, вот что-то вот такое. Это очень близкое слово в данном случае будет. И в принципе, да, я верю, но не знаю – это довольно по-христиански. И верить, но не знать, верить супротив логики, верить супротив там чего-то – это тоже нормальная тенденция для христианства. Она была, ну, довольно специфична для многих направлений христианских учений. Как ни странно. Пожалуйста, если это скучно, то можно смотреть аниме. А душа? Что вот вы, ваше физическое тело прекращает свое существование? Наша тема все-таки астрология. Функции человеческого мозга. Ну, я с ним согласен, куда вы, блядь, за лупу лезьте. Какой Бог, какая душа, блядь. Какие нахуй верующие? Они, по-моему, это, ну, не очень в астрологию любят. Хотя некоторые, наверное, любят, но далеко не все, далеко не все, короче, я думаю, любят астрологию христиане. Нафиг их. Да, типа веру ибо абсурдно, я уже это цитировал. Это не единственная тенденция христианства, но довольно сильная и, наверное, даже одна из самых сильных. Как раз слово вера, оно отлично от знаний, разделение на веру и знания, проведенное там Климентом Александрийским в том числе, и оно очень важное для христиан и христианской философии и вообще. То есть Панчин, ну, конечно, Панчин обосрался сразу, но частично, наверное, он очень странно понимает слово вера. Но вот девушка тоже не туда бежит. Все, ничего больше нет. Вы не сможете видеть, вы не сможете слышать, вы не сможете помнить, вы не сможете испытывать эмоции, вы не сможете узнавать близких. Без души! Ладно, шучу. Потому что за все это есть области мозга, повреждения которых... А если... Это не области мозга, за все это отвечают. А если во всем виновата душа? То есть, если все это делает душа, просто есть определенные проявления в мозге этого всего. То есть, мы можем зафиксировать определенные реакции мозга, но это не значит, что мозг прямо всем этим манипулирует. То есть, наличие определенного ответа мозгового на разные, не знаю, раздражители не означает, что мозг за все это отвечает и всем этим управляет. Здесь нету прямого следствия. Опять же, если мы исходим из натуралистической установки, у нас нет души, то да, да, действительно. А что еще, наверное? Может быть, что-то еще, конечно, посложнее, непонятное. Может быть, там, носителем мышления чего-то является более тонкая материя, которую мы не видим, или еще что-нибудь. Хух-хух, не знает его, короче, да? Но в любом случае, что-то естественное, натуралистическое, существующее в мире. Ладно, поехали. А, душа, что это тоже метафора? Ну, душа – это метафора. То, что люди испытывают чувства, я их испытываю в том числе, это совершенно нормально, никто это не отрицает. Для этого не нужно придумывать какие-то метафизические конструкции. Почему астрология так популярна? Первое – склонность людей к этой самой апофении, к склонности в виде закономерности там, где их нет. Эта апофения, она усиливается у людей, которые находятся в состоянии эмоционального, психологического стресса. То есть, когда происходит какое-нибудь неконтролируемое событие в жизни людей, ну, у меня сейчас пандемия происходит, люди больше обращаются к отличным мистическим практикам, не только к астрологии, потому что им дают легкий ответ на сложные вопросы, им дают уверенность. Хотя, по-хорошему, мы лучше бы обратились к психологу. Простые ответы на сложные вопросы. И плюс к этому я бы добавил еще то... Ну, и что ты его повторил? Разъеби, блядь, его. Ну, сколько можно? Расскажи, что там у тебя непростые ответы на сложные вопросы. Объясни ему, что астрология это не, там, я не знаю, не ежедневные там вопросы. Ой, вы стрелец, вам сегодня нужно обязательно, короче, я не знаю, пообщаться с людьми, выйти немножко, вас ждет успех. Вот, что-то вроде не такое вот, да. Что астрология, она, как бы, поглубже, поинтереснее, посложнее. Ее теория не заключается в том, что она там что-то предсказывает точно. расскажи блять что она не фальсифицируема вообще это нормально то что что-то не фальсифицируема что-то что-то какое-то то или иное знание или то что претендует на знание она может быть нихуя себе не фальсифицируема ребят ничего себе вау обстоятельства что все-таки это очень сильно зависит от образования люди к соли и просто концу этого выступления переубедит и она перестанет быть астрологом судя по тому как она себя ведет в школе хорошо учили физику вы бы знали какие у меня клиенты школе хорошо учили физику они прекрасно понимают что есть взаимодействие между телами гравитационные которые бывают с квадратным расстоянием и поэтому акушерка в роддоме на человека влиять больше чем марс есть электромагнитное звучание опять же лампочка влияет на меня сейчас больше чем марс есть сильные слабые взаимодействия которые не такой маленький радиус своего действия что им не можно пренебречь в итоге нет никакого физического субстрата для того чтобы планеты находясь где-то там далеко оказывали им такое сильное влияние на человека что им можно было бы откуда знаешь во первых ты не физик это раз ты нихуя не измерял ты сейчас просто пиздишь это это первое это первое да ты просто веришь сейчас высказыванием других исследователей ты ничего из этого не проводил ты биолог чувак чувак проснись ты биолог это раз во вторых откуда ты знаешь что нету тонких таких настолько тонких взаимодействий может быть даже вообще нематериальных которые воздействуют на человека а если кстати воздействие носят неестественный характер мы их вообще не можем как бы заметить с помощью технических всяких устройств наверное если мы так предполагаем ну и тогда наука наука сусот наука сусот короче не плечи планеты не влияют на не цель я считаю то что конечно влияют спасибо аргументацию плиз ну вот мы живем на планете земля в первую очередь на нас естественно влияет энергетика нашей планеты больше окей хорошо всего чем дальше планета находится удалена от нас тем влияние более слабое но мы все знаем что как на женщин влияет луна вот это точно уже и доказано и раз и рассказано и показано и даже женский цикл соответствует лунному циклу у них разный цикл нравится одновременно но почему одновременно она соответствует у циклу то есть женщина всех минстраваться начинается должно быть так но это не так на самом деле она соответствует количеству дней лунного цикла поэтому соответствует количество дней лунного цикла хорошо я тоже не знаю как она влияет я тоже хотел узнать как видите она соответствует количеству дней лунного цикла но не совпадает с ним бывает нравится не одновременно но естественно нет то есть вы не видите зачем ее позвали кто-то что такое зачем уничтожили астрологию только что пипец ты здесь да противоречий нет ну то есть это вообще не что это не аргумент это просто хуйня какая-то в данном случае но луна луна там цикл хуикал мотоцикл но круто но по нюбанчина выбора нет конечно тут доминирует тут против этой девушки доминировать будет все что угодно вообще все что угодно все что движется все что может открывать свой рот и произносить какие-то отдельные слова все победит вообще без шансов понятно скептикам говорить очень сложно да пиздец просто как сложно очень сложно ну да ну там ну циклы там ну типа ну вот соответствует ну да на ну давить на да 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 ну соответственно блять тяжело сложно со скептиками говорить пиздец просто ну ну блин сложновато ну ладно что то я сюда зря наверное пришла вообще блять нахуй астрология может быть Альфа пишет, она по-другому не умеет, что доебались. Да пофигу на нее, меня больше интересует, какого хуя ее туда позвали. То есть, понимаете, специально позвали человека, который не умеет дебатировать и который проиграет. Все. Я, в принципе, так и предсказал с самого начала, что будет, что у нас сторона науки будет доминировать, а против стороны науки позвали наиболее слабого персонажа, который просто возьмет и проиграешь. Проиграет, точнее. То есть, это очень грустно. Это серьезно очень грустно, потому что могли бы взять какого-нибудь нормального астролога, который просто бы взял и разъяснил бы Александру Панчину, что у него неправильные представления об астрологии. Астрология, ну, единственное, чем он может ее заебать, это тем, что она просто нефальсифицируема. Все, блядь. Все, как бы, да, конец. Приветствую, да. Нормальные теоретики астрологии довели ее до такой формы, что она просто нефальсифицируема. Она не предсказывает, что вы завтра там подскользнетесь, упадете на мыло, и мыло вам в задницу воткнется и выскочит изо рта. В итоге нет, она этого не предсказывает. Она не предсказывает то, что у вас завтра будет там благоприятный, неблагоприятный день на 100%. Ваш день с Ромом может быть неблагоприятным. Она сложная, и многое зависит там от взаимодействия разных планет. Это не только, не знаю, по Солнцу все измеряется, но и по взаимоотношению других планет, которые так или иначе в разных, в общем-то, местах по отношению к Зодиаку находятся. Ну, это я еще ничего не знаю. Понимаете, я нихуя не знаю по астрологии. Я слаб в астрологии. Я не буду астрологов, блядь, опровергать. Мне это даже не особо интересно, опровергать астрологов. Это просто то, что я наслушал там на эфирах с разными людьми, которые астрологией интересуются. И я в этом не вижу ничего плохого. Ну да, она просто нефальсифицируема. По Попперу астрология не наука. И я думаю для многих, для большинства астрологов, это нормально. Вот в чем проблема. Ну, поехали дальше. Конечно, сложно, потому что это сомнение, то, что вы говорите. Вы просто отрицаете все. Вы просто отрицаете все. Нет, я вам задаю вопросы, на которые вы не можете ответить, и показываю ошибочность ваших аргументов. У меня уже тут все завалено, смотрите, чем. Зачем ее позвали? Боже, ну зачем она там? Зачем? Она уничтожила астрологию. Реально, астрология теперь как херня выглядит. Ничего личного. Как вы стали астрологом? Ну, у меня есть образование финансовое. Я работала финансистом. Я работала маркетологом. Но интереснее всего заниматься этим. Меня даже с детства учили лечить руками. То есть у нас по женской линии это так повелось, что все обладают определенным даром. Моя тетя известная целительница. А я астролог. История про то, как я переубедил астролога. А, даже так? То есть она перестала после этого работать? Она перестала заниматься астрологией, да. Я долгое время был администратором сообщества, которое называется... Не обижайте меня. ...наука и астрология. И у нас там все время велись дебаты. С ней мы провели такой эксперимент, что она составила как раз описание личности для некоторого количества людей. Я нашел случайных людей, узнал их дату рождения, дал ей. Она составила для них анкеты. А, да. То есть она составила натальную карту, сделала вот это. Ну и дальше люди получали анкеты, которые были предназначены им, анкеты, которые были не предназначены... Я бы даже сказал, плюс в бан, если котика лучше FF. ...им, но которые при этом им бы не подходили, по мнению астролога. Вот так. И они должны были сказать, какая им больше подходит. Ну и результат был чуть-чуть хуже, чем случайное угадывание. И что она? Вот. Ну она написала... Стала рвать не серьезно? Нет, она написала сначала пост, что, может быть, как-то я ошиблась, но потом она подумала, что все-таки она все делала правильно, как ее учили, как она всегда практиковала. Впоследствии она стала скепцией. Я считаю, что есть хорошие астрологи, есть, может быть, не очень. Пожалуйста. Вы можете думать... А какую она астрологию практиковала? Вы можете думать... Ну, таких деталей я сейчас уже не помню. Это было... О, да вообще похуй. ...давно. Пошли. Но... Азиаты плюс в чат, азиаты плюс в чат. За всю историю человечества ни один астролог вот такого типа проверку не прошел. Почему люди не ищут научного обоснования астрологии? Ну, Вячеслав, вначале просто, потом будет сложнее. Ну, то есть, если вы будете боссов там валить каких-то, то там начнется вообще зубодробительная хуйня. Хотя, вот вы дойдете до Сина, если до Сина, короче, вот там вы его хуй победите с первого раза. Вам придется по тактикам там мочить и некоторые открывать тяжелые вещи. О, азиаты молодцы. Респект азиатам. Так вот. То есть, да, вначале, ну, то есть, первые бои, они там press x to pay, и to win, это действительно так может быть. Хотя все равно надо перемещать стрелочки там, куда надо, по стихиям, видите, иначе вас быстро загасят. Ну, это все равно нормально. Ну, вот. А потом будет труднее. Потом начнется тактика. Даже с обычными боссами. А с секретными боссами так там почти везде всегда тактика. Их просто так не завалишь. Сунады, видите, даже первого босса победить не может в Final Fantasy VII. По поводу того, что люди не ищут... Она не поняла, как лечиться. Она не поняла, что там у чуваков есть это, поушины. Наученных доказательств астрологии, вот эти вещи люди выбирают как раз таки душой, которую вы считаете метафорой. Они доверяют человеку, они видят человека, они ему доверяют, и они готовы, понимаешь? Да лучше вообще все, что угодно, чем ее слушать. Она вообще убита. Они ему готовы открыться и задать вопрос. За сравнение, да, но ведь вот есть там, есть вымогатель. Все надо не умеет лечиться в Final Fantasy, она не может пройти первого босса в Final Fantasy VII. Она думает, что он сложный. Да какие поушины, но ты берешь, хилишься, да. Не паук, а скорпион. Мошенникам уже тоже доверяют, но они сами добровольно отдают людям деньги. Это все тоже вполне закономерно. Люди не прошли определенные уроки в жизни. Это нормально. А почему вы думаете, что мы быть ваши клиенты тоже не прошли определенные уроки в жизни? Потому что они после моих консультаций жизнь свою улучшают. И не общая сама. Это моя жизнь на протяжении моей жизни. Она стабильно улучшается. Вот вы пообщались со мной и тоже потом понаблюдаете закономерность? Ту же самую, которая была раньше. Благодаря вам. Но это нормальная ситуация, когда за взрослого человека кто-то принимает решение. Ну ты говоришь, это ненормальная ситуация. Поэтому ненормальная ситуация идти к острову. Лол, так вообще за всех людей всегда кто-то принимает решение, к сожалению, по большей части. Но не в 100% случаев, но в очень большом количестве случаев. Вы спрашиваете о том, совместимые два человека или нет? Астролог даёт лишь рекомендации. Ну окей. Вот смотрите. Человек свободу воли никто не отменял. Да, дайте я поясню. Вот есть, например, аналог в генетике, в моей области. Есть люди, которые вместе, если будут в паре и заведут ребёнка, то у них родится больной ребёнок, у которого будут тяжёлые генетические заболевания. И это можно определить по генетическому тесту довольно точно. Это объективная информация. Вот 25% шанс того, что у вашей пары будет у ребёнка муковисцидоз. И люди могут, подумав, учитывая эту объективную информацию... И люди, учитывая такую информацию, могут подумать, хм, вот если мы образуем семейную пару, может быть такая проблема. Но эта проблема, в принципе, решается искусственным плодотворением. Теперь предположим, что вот есть пара, и они точно так же думают, что то, что им говорит астролог, ваши отношения удадутся. Ну да, вы сами решаете, будет вам в паре или нет, но мы вам говорим научно. У нас же, астролог же считает, что это наука. Конечно. Блядь, да, астролог считает, что это наука, каждый, наверное. Вот зря. Что это работает? Вот астролог дает рекомендации, ваша пара развалится. Я считаю, что грамотный астролог никогда не должен сказать, что ваша пара развалится. Ну если у семьи есть трудности. У вас есть проблемы, которые... Да, что у вас наступает такой определенный непростой период в семейной жизни. И люди не начнут... Да, довольно точно определить вероятность 25%. Очень точно. Но с другой стороны, ну хоть какая-то точность. То есть, вот конкретно в вашей паре будет с 25% шансом, да, на одну четверть, на четырех детей, скорее всего, вы родите там по одному дебилу. Условно. Ну и вот. А может быть, два получится случайно. Всякое может быть. Ну вот. Ну вот, накопчивать себе, что вот это и есть... Ну я не знаю, насколько это объективная информация, потому что вероятность это цифра, а цифры не объективны всегда. Но они не... Это не объекты. И вообще... И вообще, да, короче, здесь слово объективно мне вообще не нравится, когда сайентисты используют. Я просто не знаю, к какому объекту соответствует вероятность того или иного события. Но это уже другой вопрос к слову употреблению. К слову употреблению у Астролога. Отлично, Максим, отношусь. Замечательно просто. Мне бы сестричек побольше. У многих есть определенные методы воздействия, чтобы люди в такие периоды легче их пережили, гармонизировали свои отношения, чтобы все прошло гладко и разводом дело не закончилось. А если наоборот? Вот, допустим, есть муж-абьюзер, бьет свою жену. Они приходят к Астрологу, а у Астролога говорит, ну знаете, у вас просто тяжелый период. И все наладится. Я такого никогда не скажу, но это здравый смысл, если мужчина бьет женщину. Тихо, 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 но вам они этого не скажут. У них просто сложный... Вы же не психолог. Вам придут, как к Астрологу, скажут, а вот натальная карта, что говорить? А вы говорите, знаете, у вас по натальной карте все ок. У вас... Что, Александр, ну еще давайте. Я не знаю, я раньше же говорю... Ну, положить мне сердечко, в конце концов. Вот, подождите. Ну, если вы согласитесь с тем, что нельзя бить жену, давайте им положить сердечко. Ну, конечно, нельзя бить жену. Давайте. Давайте за это я вам положу сердечко. Вам придут... В смысле, блять, нельзя бить жену. Что? Что? А зачем она нужна тогда? Ну, блин, ну а че, а че с женой еще делать? Алло. Алло, вы че там? Совсем какой-то рай попали. Тут пара, который бы лучше бы развестись. Так. Вот. Вопрос ко мне какой? Проблема вы их не знаете. И вы смотрите на их... Да почему? Вы смотрите на их натальную карту, вы их утешаете, говорите им, что все будет хорошо. Смотрите, у вас в тяжелый период... Вы думаете, что... Вы реально думаете, что я просто пальцем в небо тыкаю? А я вижу в карте, что будет? В том-то и дело, что вы... Как ты видишь в карте, что будет? Ну, объясни механизм, что-нибудь объясни, блядь, хоть что-нибудь. Ну, хоть где-нибудь его уделай, покажи, что он не знает чего-то из того, что знаешь ты. Покажи, что ты лучше владеешь астрологией, чем Панчин, ну, сделай хоть что-нибудь. У тебя есть возможность, ты можешь это сделать. Ты... Я в тебя верю, подруга. Я в тебя верю. Ты сильная. Ты сильная боевая женщина. Ты должна. Ты должна победить. Ты сможешь. Давай, давай, в конце затопи. Задави его. Задави своего оппонента. Ты должна. Мы в тебя верим. Все болеем за тебя. Просто пальцы в небо тыкаете. Почему астрологию не признают ученые? Что она, блядь, метафизичная штука. Нефальсифицируемая и метафизическая. Все. И она не наук, поэтому. Астрологи верят в то, что астрология работает. А наука это отрицает. Почему? Ну, значит, наверное, наука, она ошибается. Наука неправильная, не работает в этих вопросах. Наука, конечно, ошибается. Это воспитывает у людей магическое мышление. Но самый яркий пример магического мышления, замечательная книжка Джеймса... Какое нахуй магическое мышление неожиданно? Что за хуйня вообще идет? Магическое мышление опять. Опять эти стандартные темы. Он может что-нибудь новое придумать? Это Фрейзер, золотая ветвь, про то, почему люди верят в магию. Ну, это просто... охуенная тема. Вообще, с Фрейзера ничего не изменилось с тех пор. В общем, все так же, как и было. Действительно. Вот прям вот так вот и никак иначе, чувак. Ты молодец просто. Просто гений. Поехали дальше. Пример магического мышления в духе Фрейзера. Нужно зелье для лечения мужского здоровья. Из чего его сделать? Из рога носорога. Почему? Ну, потому что форма у рога носорога специфическая соответствует той форме, которую мужчина хочет получить. И на основании этого люди почему-то думают, что рог носорога им помогает. И даже носороги из-за этого находятся в красной книге некоторые. Потому что и браконьеры убивают ради этого рога, ошибочно полагая что это афродизиак. Так вот, с астрологией и то же самое. Это такое же магическое мышление. По ассоциациям люди думают, вот Марсин красный, поэтому это будет как кровь. Исследование двухсотлетней давности, да, действительно, пишет король голубым. Ну, немножко не двухсотлетний, но... Но, блядь, такое себе, да, тут век-то прошел точно. Пророк носорога и хуй. Это очень важно. Это очень важно про это упомянуть и высмеять позицию оппонента и, блядь, все под магическое мышление. Подвести которого, ну, на самом деле, вроде бы и не существует. Что за магическое мышление? Где оно? То есть, у всех людей, которые, вот, у которых магическое мышление, оно в какой-то мере одинаковое? Или что? Я просто, я не совсем понимаю, что это за магическое мышление. Много раз слышал, определение читал, книжки читал. Ну, честно, не могу определить, как там, у кого магическое мышление, у кого не магическое. Поэтому символ войны. Вот у вас в блоге я видел пример с выбором кошельков, что от даты рождения зависит цвет кошелька, который принесет вам деньги. Ну, вот тоже магическое мышление. Опять же, я уверен, что никто не ставил эксперимент, здесь не то, что здесь магия абсолютно ни при чем. Здесь как раз-таки все логично и понятно, что... Логично и понятно. Дай, блядь, объяснить. В смысле, логично и понятно. Пусть она тебе, блядь, объяснит, почему логично и понятно. Какое нахуй говно? Ты че, блядь? Логично и понятно, да. Определенный цвет символизирует для каждого человека стихию денег. И все. Этот цвет усиливает эту стихию. И все. И денег больше. Конечно. Возьмем хорошо. Вот есть люди, которые... Она сейчас буквально повторила хуйню с хуем носорога, только немножко на другом примере. Ой, блядь. Пиздец. Я-то думал, она хоть заловнет его. Нужен синий кошелек, а другим зеленый. Да. Вот этим половинникам нужен синий, а другим зеленый. Это скучно. Вот он сейчас... Ха-ха-ха. Е-е-е-е-е. Ой, молодец. Молодец. Вот так и надо. Да, это скучно. Это скучно. У-у-у. Давайте веселиться. У-у. Астрология. Астрология. Давайте вместе веселиться. Смотрите, смотрите. Моя рука приносит денег. Вот я сейчас на вас руку направил. Все, ваши денег, вас дают больше денег. Делать голословные утверждения можно по 100 тысяч штук за день. Я могу сказать, что мои руки приносят деньги, вот эти карточки приносят деньги. Ваши утверждения тоже в голосовом. Вот эти карточки забирают деньги. Вот, видите, все, денег вы не получите. Я вам сердечко дал. Ну вот, понимаете? Вот, давайте еще одну такую положу, теперь будут деньги. Для денег. Вот, утверждение о том, что вот эта карточка приносит деньги, обосновано не больше и не меньше, чем утверждение о том, что кошельки приносят деньги. Александр, ну, это опять вы говорите одно и то же. Зачем? Я это уже слышала от вас раз в 10 сегодня. Зачем? Почему ты не заовнила его по поводу хотя бы одного из раз? Почему вы это повторяете? Я это повторяю, потому что с первого раза... Потому что вы тупая, блядь. Это глупая. А, вы не поняли. Я все. И вырубили. Пиздец. Почему вы не хотите поверить в то, что вот эта карточка приносит деньги? Вот почему вы не хотите в это поверить? Это же может быть? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Менструальный цикл бывает от 18 до 42 дней. С лунным циклом это никак не связано. У всех все очень индивидуально. Лицо Панчина, когда астролог говорит, что тетя лечила взмахами рук, это бесценно. Я это повторяю, потому что с первого раза вы не поняли. The best of the best. Опа! Вот это тоже похоже на переход на личности на самом деле. Ну, это вполне похоже, ну, по крайней мере за неоткрытый, но вполне. А есть кто-то за астрологию? Александр, вы верите в Бога? Нет, я верю только фактическим доказательствам. Фу, ну так скучно. Но если это скучно, то можно смотреть аниме. Панчин, мое тотемное животное, один из интереснейших в научной тусовке, за которой я наблюдаю и болею. Как же тяжело спорить со скептиком. Это называется общаться с человеком, у которого есть критическое мышление и смех и слезы такие. Пиздец. Вообще ни одного комментария. Вообще ни одного комментария в пользу астрологии. Панчин слишком умен, чтобы с этими людьми спорить. Они же сумасшедшие, реально. Целитель, астролог. Трэш! Причем не просто про тетку. Тетка действительно очень примитивная. Вообще про всех, видимо, астрологов. Легкий же эксперимент. Дайте ей 10 дат рождения. Одна из них будет реальной датой рождения Панчина. И пусть она узнает, какая дата рождения истинная. Можно задавать Александру любые личные в этических границах вопросы. Панчин это супер босс. В любых дебатах его не переиграть. Охуеть просто. Действительно. Запомните, Панчин это супер босс в любых дебатах его не переиграть. При том, что он всегда повторяет одни и те же аргументы. И когда он проигрывает, он просто делает вид, что не проигрывает. Вот и все. То есть, когда его обвиняют в том, что он не знает какую-то тему, он просто потом повторяет, продолжает повторять ту же самую хуйню, которую он говорил со своими обоссовыми экспериментами. Супер босс, блин, супер босс. Причем, знаете, я еще понимаю, упер маргинал супер босс, потому что этот ублюдок хотя бы... Маргинал, не обижайся. Это шутка, если что, про ублюдка. Это в хорошем смысле ублюдок, без негатива. Просто позиции, блядь, на ходу меняют, и ему похуй просто. То есть, блядь, ну ладно, теперь я, блядь, короче, ну этот, как там его, этот, ну этот, язычник. А теперь я, блядь, аналитический пилот, сука. А теперь я нигерист, ааа, нигерист. О, блядь, о, я нигерист, сука, нигерист, 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 блядь, и все. Когда проигрывает, берет реванш в своей книжке, да, где его оппоненты тупо такие, ну, типа, это я верующий. А верующий значит тупой, он тупой, потому что тупой, потому что он верит. Нет, нет, я не тупой, я не тупой, блядь, нет, я не тупой, блядь. Нет, ты тупой, потому что так доказала наука. Да, книжки Панчина тоже мое почтение, респект. Сейчас подойду, ребят, сейчас подойду, давайте музычку небольшую включу, чтобы вам не скучно было. При том, что Панчин мог бы на самом деле, ну, по своему опыту написать очень хорошую книжку с хорошими дебатами с разными верующими. Ну, просто тогда бы выглядело так, как будто бы он проигрывал периодически, к сожалению.